Добрый вечер! Добрый вечер! Позаботиться о тех людях, кто эту победу выковал, о тех ветеранах, которые сегодня остаются в рядах с нами рядом. А молодежи, для которых эта победа, великая победа, это очень хороший пример патриотизма. Это день, который мы хотим сделать праздником для всех ярославцев. И поэтому не случайно 9 мая по традиции на Советской площади состоится большое представление творческих коллективов нашей области Ярославля. И, конечно же, парад войсковых частей, силовых структур, парад, который откроет колонны ветеранов под аплодисменты, которые пройдут маршем по Советской площади и потом с помощью молодежи, кадетов, волонтеров будут главными участниками и главными зрителями всего действия на этой площади Советской. Ну а накануне, 8 мая, как всегда, пройдет торжественное собрание с приглашением наших ветеранов, героев войны, на которые прозвучат слова поздравления, концертная программа. То есть вот в эти дни мы, наши мысли о наших ветеранах. К сожалению, 9 мая каждый день этих людей становится меньше. И все-таки 9 мая один день в году, да? Как строится работа правительства в течение всего года, вот именно с этой категорией людей? К сожалению, вы правы, жизнь имеет свои законы. Значит, ну естественно, первая забота наше здоровье этих людей. Вот сегодня целая система работает в этом отношении. Есть система диспансеризации, есть система предоставления бесплатной медицинской помощи. И она работает очень эффективно. В каждой поликлинике, в каждой больнице сегодня на уровне заместителя главного врача, руководитель курирует непосредственно именно ветеранов наших дорогих пожилых людей. Поэтому в этом отношении немало средств заложено и в областном бюджете, и в федеральном бюджете, которые позволяют обличить бремя расходов на лекарственные препараты. Мы пытаемся вот этот момент постоянно, каждый день в своей работе, конечно, видеть и понимать. Вот, с другой стороны, сегодня, в последние, точнее, годы немало сделано для улучшения жилищных условий. Вы знаете, что с 2010 года действует федеральная программа, которая позволила нам более чем 3200 ветеранов улучшить жилищные условия. Эта программа продолжается. Сегодня пока еще в очереди остается около 200 ветеранов, но в течение 2013 года, я думаю, что мы закончим, закроем эту проблему, и все ветераны смогут иметь улучшенные жилищные условия. А помимо федеральной программы действует областная целевая программа, которая позволяет там, где по нормативам, объективно существующим, невозможно выделить новое жилье, мы помогаем улучшить состояние старого жилья, провести ремонтные работы. И в этом отношении вот тот список ветеранов, который был, а он включая в себя более 10 тысяч человек, мы в этом году тоже эту работу закончим. — Скажите, эти люди, они ведь ходячая история, так уж скажу. Когда я сама училась в школе, к нам приходили ветераны, был урок патриотизма, или как это назвать, сегодня вы привлекаете их к такой работе? — Да, конечно, и мы даже не только привлекаем их, они сами такие инициативы проявляют, и наш Союз ветеранов областного во главе с Каменецким Александром Феофановичем планирует свою работу таким образом, чтобы почаще встречаться с молодежью, чтобы быть на мероприятиях, чтобы доносить до них воспоминания тех трагических, но победных дней, — Поэтому, конечно же, мы очень сильно опираемся на наших дорогих ветеранов в этой работе, благодарны им за то, что несмотря на годы, несмотря на порой неважное состояние здоровья, самочувствия, они идут к молодежи, они отдают ей все, что у них сегодня есть. И, конечно, для нас очень важно сохранить в порядке мемориальные объекты. Вы знаете, когда мы в 2009 году сделали анализ того хозяйства мемориального, которое у нас есть, мы немножко ужаснулись. По сути, три четверти захоронений войсковых военно-мемориальных объектов «Стел» имели довольно плачевное состояние. — По всей области, да, из самых удаленных? — Да, по всей области. У нас всего сегодня 211 воинских захоронений и 674 военно-мемориальных объекта «Стел», значит, всевозможные памятники, надгробия, мемориальные доски. Вот они были не в очень хорошем, так мягко говоря, состоянии. Сегодня практически за последние три года придена огромная работа всеми руководителями муниципальных образований, правительством области, безусловно, под руководством губернатора области. И в этом отношении удалось внести порядок, я прямо могу сказать. Практически за всеми объектами закреплены шествующие коллективы, учебное заведение, бюджетные организации. Они все под хорошим таким вниманием и заботой. И мы считаем это очень важным достижением. — А волонтеров привлекать? Вот ту же самую молодежь? — Обязательно. Волонтеры, молодежь, именно они являются локомотивом этого процесса, что это очень важно. Ну и, конечно, финансовые ресурсы бюджетной области тоже предполагаются довольно значительные для того, чтобы сохранять в нормальном состоянии все наши такие объекты святые, священные для нас места. — Вот, коль мы говорили о патриотизме, вы ведь курируете такое направление, как призывная кампания. Что в этой области удалось поменять, изменить, может быть, за этот год? Или мы стабильно всегда набираем каждую осеннюю-весеннюю кампанию ребят в армию? — Вы знаете, притчей во языцах стало, что вот призыв забрали, само слово, забрали в армию. Вот, к счастью, я думаю, что немножко наши тревоги здесь преувеличены. Мы в последние годы очень стабильно выполняем, есть план по призыву, он реально существует, Минобороны утвержденный. Мы этот план стабильно выполняем, мы достаточно успешно, ребята наши служат в рядах вооруженных сил. Конечно, здесь я считал бы самым главным стимулом для службы в рядах вооруженных сил, это стимул внутреннего патриотизма. Желание показать, что защитники Родины у нас есть, растут, воспитываются, вот, и желание самих ребят отдать свой долг Родине. — А как это достигается? Ведь явно в 11 классе не придешь, не расскажешь им, и сразу вот вышел патриот и пошел в армию. С первого класса работа идет? — Ну, конечно, есть целая система работы, наверное, начиная с семьи, во-первых, не только в школе, не только в учебном заведении. Ну, и я считаю, что семья все-таки главное, что должно закладывать в человеке чувство, дух патриотизма. Ведь оно в себя включает очень много составляющих элементов. Ну, например, вот я не могу сказать, что человек, который сегодня посмотрел, послушал ветерана, поаплодировал ему, вышел, бросил окурок, и он патриот. Наверное, сложно говорить. Патриотизм — это высокая культура поведения человека. Это и доброзавательное отношение ко всем, не только ветеранам, а к своим товарищам по учебе, по работе. То есть тот человек, который вот понимает свою ответственность за свое поведение в обществе, он в первую очередь патриот. А не тот, кто произносит одни клятвы и клянется, да, я патриот. То есть надо, в эту поседневную жизнь нужно пронизать такое ощущение души. Поэтому здесь и семья, здесь и школа, здесь и друзья, и коллеги, и по работе. То есть это вот из многих слагаемых складывается это отношение. Также вы отвечаете за дорожную безопасность в регионе. В целом за безопасность в регионе. Что мешает сделать так, чтобы не было аварий? Вы знаете, конечно, во-первых, вопросы безопасности, они в первую очередь находятся в виде федеральных ведомств, федеральной структуры. У нас достаточно сильные здесь на уровне области федеральные структуры по безопасности. Это и управление внутренним делом, это и управление наркоконтроля, это и другие правоохранительные органы. Задача правительства области где-то, видимо, обеспечить скоординированное, нормальное взаимодействие именно на территории субъекта федерации. В рамках тех программ, которые приняты, областных селевых программ и в рамках работающих курсоветов. И мы вот эту задачу стараемся выполнять. Что касается безопасности дорожной, вы, наверное, не случайно, Татьяна, эту тему выделили, потому что она наиболее, наверное, часто имеет отношение к простым гражданам, к рядовым, к нашим жителям Ярославской области. Поскольку десятки, не сотни тысяч сегодня, пользуют автомобиль, ездят по нашим дорогам, не всегда получают удовлетворение от этих поездок, особенно, я имею в виду, в населенных пунктах, городах области, потому что федеральные трассы, областные дороги, они более-менее все-таки поддерживаются и имеют нормальное состояние. У нас гораздо хуже состояние дорожного полотна, например, в областном центре Ярославля. Не надо мне объяснять нашим уважаемым телезрителям, все это видят и знают. И что это является причиной аварии? Практически половина аварии происходит по причине плохого состояния наших дорог. Это приходится признать. Наверное, не вчера, не сегодня эта проблема появилась. Мы все знаем о тех бедах, которые есть в России. Но важно, чтобы нам видеть перспективу устранения этой беды. К сожалению, пока, я думаю, что мы еще не все сделали того, чтобы понимать, что через 3-5 лет мы будем иметь идеальные дороги. Если не на уровне Европы, то, по крайней мере, на уровне удовлетворительного отношения к этим дорогам. Думаю, что надо поработать еще. Вообще, в целом, дорожное движение – это одна из болезненных тем для нас, организация дорожного движения. Я, например, всегда с разочарованием, когда еду сам в зароленную машину, понимаю, что можно было бы избежать каких-то пробок, где-то какого-то затора. Недавно был в Минске, посмотрел, как движение организовано в Минске. Изучил в рамках нашей официальной делегации, мы были в Беларуси, изучил опыт работы коллег белорусских. И понял, что многие вещи мы пока еще, наверное, недооцениваем и не используем. В Минске, наверное, говорить, что нет пробок было бы преувеличением. Но то, что там сделано все, чтобы их не было, это действительно, на мой взгляд, так. По крайней мере, один пример приведу, проиллюстрирую. Все основные улицы, магистрали города Минска запрещено стоянка по обочинам дорог. У нас практически улицы в два раза сужены, вот такие своеобразные тромбы забиты, потому что вдоль всех улиц, вдоль всех тротуаров стоят сплошные ряды автомобилей. А кто должен решать эту проблему? Власть исполнительная или все-таки ГДД? Извинительная власть, безусловно. Это, в первую очередь, муниципальная власть, и должны заниматься этими вопросами. Должна быть единая программа организации движения. У нас, к сожалению, видимо, нет такого пока подхода комплексного. Я надеюсь, что мэрия города Ярославля услышит вот наше предложение, которое недавно прозвучали на заседании Совета по безопасности дорожного движения при губернаторе области. Мы вот эти рекомендации городу Ярославлю, равно как и другим нашим коллегам муниципальным, выдаем. А что рекомендовали? Куда девать машину? Стоять-то действительно негде в городе. Вы правы, абсолютно узкое место здесь. Здесь это стояночные места. Надо думать над этим вопросом. Надо строить новые стоянки подземные, многоярусные, выделять просто отдельные дополнительные площади и жестко требовать исполнения тех решений, которые будут приниматься муниципальными. На дороге мы стоим бесплатно, а на стоянке платно. Вот в чем разница? Они бесплатные должны быть? Это могут быть разные стоянки. Это может быть привлечение бизнеса, это может быть государственно-частное партнерство. Это вопросом, которым надо заниматься комплексно, причем я повторяю. Пока вот такого комплексного подхода к этому вопросу мы, к сожалению, не видим. Я надеюсь, что это временная ситуация, и мы в ближайшее время сможем вместе с муниципальными властями эту проблему порешать. В Минске ее решили, нашли места, площадки, и поэтому освобождение улиц, магистрали, оно не в ущерб пошло автомобилистам, но зато в награду всем жителям города. Я надеюсь, что Ярославль и в других городах области мы сможем тоже к этому решению подойти и добиться. Что касается предупреждения чрезвычайных ситуаций, Ярославская область, регион уникальный, у нас два больших водоема, два водохранилища. Как мы готовы, если что? Вот был паводок, да, вода сейчас уходит, была снежная зима, очень грунтовые воды высокие. Мы готовы к таким ситуациям или у нас их и быть не может? Ну, мы должны быть готовы всегда к таким ситуациям. Я должен сказать, что те публикации, которые появились недавно в прессе, несколько изданий публиковало впечатление журналистов от Рыбинской ГЭС, от Улической ГЭС, они, конечно, имеют основание тревожиться, и это правильно, и это хорошо. Общество должно быть привлечено к этим действительно очень серьезным объектам. Но, с другой стороны, уровень безопасности, заложенный на этих ГЭС, он таков, что нам пока, наверное, нет необходимости всерьез опасаться за какие-либо ЧЭС на данных объектах. Тем не менее, мы не ослабляем внимание к ним. Мы недавно рассматривали на одном из наших курсоветов состояние работы на Рыбинской ГЭС, и будем дальше рассматривать, и будем контролировать, и мониторить, и работы перманентно, ремонтно, естественно, проводить. Вот мы с вами говорили до эфира о том, что люди не всегда пользуются телевизором, например, днем. Радиоточки у всех практически закрыты. Как оповещать население в случае чего? Да, и вы здесь правы. Действительно, сегодня телевизор молодежь смотрит уже меньше, больше компьютер. Радиоточки еще не все закрыты, но уже у многих они изъяты, использование. Вот поэтому здесь в основном мы сегодня делаем ставку на мобильную телефонную связь. И тот номер, который всем известен, 112, он позволяет людям оперативно получать всю необходимую информацию. Вот областная целевая программа предполагает в этом году дополнительное приобретение оборудования, серверного оборудования на техническую модернизацию системы оповещения в области, потому что она во многом еще заложена на старых образцах технических, аналоговых, а сегодня цифровая связь, она уже не адаптируется. Поэтому мы вот над этим вопросом работаем и эту работу ведем. Естественно, остается в силе и громкоговорящая связь, и система оповещения через сирены. Это все есть. Очень важный вопрос, вы правы, и опыт Крымской для нас в тому сигнал, который нам дал. Но мы работаем над этим вопросом и думаем, что жители нашей области могут быть в этом отношении достаточно спокойны, что при необходимости каких-либо ситуаций соответствующие системы оповещения будут задействованы, и они будут оповещены. В этих целях проводятся периодически всевозможные тренировки, учебные занятия, учения. Это всегда в работе. Заместитель губернатора Ярославской области Сергей Березкин был нашим гостем сегодня. Далее эфир телекомпании НТМ продолжает программу «Место происшествия». Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин